всем здорова сегодня как и я обещал будем менять термопасту на видеокарте на процессоре ноутбука lenoir m17x r3 процессор у меня i7 2630 qm и видеокарта nvidia 560m полтора гигабайта памяти газу конечно 8 гигабайт батарейку я уже снял вот два больших выхода это они воздух засасывают впуск идет и вот сзади идет выпуск горячего воздуха все здесь хорошо меняется сейчас все увидим так вот у нас идет два полчика 1 2 их мы сейчас выкручиваем и у нас спокойно выдвигается нижняя панель этим и нравится мне lenoir все очень легко как персонально это вот 3d а это их не вот логотип номер конечно плохо видно но ничего страшного также взял спирт палочки и вот термопаста и также вот воду для для этого для интеркулера и штамп забилось будем еще все выберем чтобы все было как как только что купили нулевый комп на чем давайте сейчас два болта откручу и помпс соединить так вот я открутил два болтика теперь идет у нас получается сдвиг двигаем его вот видно отодвинулась и аккуратненько достаем вот что у нас здесь получается обычная пластмасска но нет не тоненькая он так средненькая но хорошего качества вот наша панелька получается убираем и я вот наш ком как я играл в дождь киске поменял я поставил сюда и связи вот родной уже с киске есть два места можем тоже этот убрать поставить уже сети вот наша азу идет 4 гигабайта по 2 планки 8 гигабайт в общем может снарода 16 гигабайт вот наш процессор ждет вот у кулёк вот охлаждение медной трубочки номерат состоит по закручиванию болтов этот мой первый откручиваем также закручиваем также вот и так и так далее следует 2 3 4 здесь у нас видеокарта и сюжет идет 3 медных трубочки кулек такой же все то же самое у нас идет вот видюшечка ну и что вот там 9 9 9 вот весь ноутбук все легко снимается сейчас мы будем снимать так для начала давайте я вам покажу какие болтики надо будет так сказать открутить сначала отключил идет кулик кулек раз два и давайте начнем здесь тоже кулик так 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 потом уже идут видно не видно вот маленькие черные болтики вот и вот также можем также потом отключим вот эти и тому же летку и замену тему просто сейчас все покажем сейчас как я откручу вот эти три болтика я вам присоединюсь так я открутил три болтика также не забудьте отключить питание куликового кулька курера так смотрим вот идет наш выпуск воздуха так сказать он не сильно пыльно потому что я в декабре уже меня термопасту термопасту я ставил белую сейчас покажу вот она термопаста говорю сразу не советую так как прошло всего сколько с декабря месяца я вам февраль март и все и так сказать начал опять гореться сильно ком до 70 градусов доходит а так среднем этот ноутбук 62 63 этого среднее оптимально при сильных нагрузках вот она термопаста никому не советую покупать термал термал грейс кулер полное говно также у меня была термопаста хитинг компаундс и то же самое только уже как более новое это у меня старая но года два и на это вот новая тоже покупал в декабре сейчас мы ее поставим и проверим сколько и хватит так сейчас мы будем отключить все три четыре бутика я к вам присоединюсь так вот и открутил вот эти болты один два три четыре видно видно теперь как вам сказать то вот можно отсюда взять плавно берем назад тянем и вот снизу достается все достали я с аккуратненько вот получается наше охлаждение вот сама видеокарта писать что нвиде и вот охлаждение вот сам так сказать типа но интеркуль до ребра выпуск как видно они конечно не сильно запылили но мы сейчас феном он там фен сейчас феном пробьем почистим все чтобы все было аккуратненько вот как видите сами термопаста говно ее можно сказать она вообще не ответить на процессе сейчас фокусируется получше вот здесь тоже самое это белая термопаста фуфло так давайте давайте мы аккуратненько положим вот сюда болтики не потеряйте с ними капец их заказывают только на ebay сейчас давайте теперь здесь поменяем сразу поменяем везде также откручиваем сначала вот вентилятор потом вот первый был второй третий четвертый все идет по как здесь написано якобы обратно посадить так вот снял кулек здесь тоже не так усилены как сказать пыльно вот как так скажем вблизи с ними вот видюха и не видя хотя сказать вот слева это у нас идет от видеокарты справа от процесса как мы видим от видеокарты так сказать побольше идет кулек сейчас мы их скроем тоже почистим вот они все внутри пыльненькие да и отсюда видно спиртом промоем вот у меня спирт сейчас спиртом попрызгаем спиртом попрызгаем потом либо водой либо тряпочкой либо можно взять сейчас минутку ушные палочки ими ребра и очистим сейчас я сниму вот это вот это охлаждение одну минуту так это не заняло большего времени туда сюда фокусе ржавка нифига не идет снимаем на внутри так все открутил и так же самое даст также достаем аккуратно аккуратненько на себе все достали процессор то у нас забитка посильнее не знаю видно вам нет вот процессор по колоссальный забит так же вот термопаста это долбанная хрень полный видите сами нифига на ничего нет всяко прогрел облина температуры не советую никому брать белого полный говно аккуратно положение вот наш так сказать разобранный теперь ноутбук есть видюха здесь просто сейчас будем зачищать здесь и здесь сейчас все покажем и также будем здесь зачищать сейчас все приготовлю и снова к вам так вот разобрал кулек от процессора как он разбирает сейчас покажу здесь идет идут вот такие маленькие болтики вот такие полчики и есть три штуки вот один два и три так их убираем их открутили потом идут вот такие зажимчики потихоньку их вот отсюда приподнимаем чик вуаля у нас все готово также разбираем второй сейчас приступим к чистке точно такая же операция происходит у нас со вторым кульком вот я его разобрал вот они в разборе вот первый у нас идет над видеокарты 2 лет у нас от процессора они конечно просто так они не забиты но лучше сразу все сделаем будет новую так давайте будем потихонечку защищать термопасту оставшуюся с процессом лучше всего можно сухой тряпочкой либо можно бумажкой но не так уж будет так сказать удобно лучше всего ватными палочками те так ну процедуру поняли сейчас все зачищу и продавать итак я все зачистил до кристального блеска надо чистить чтобы не ну самое главное чтобы следов на прозрачной зеркальной поверхности чтобы не одного следа термопаста не оставалось она конечно здесь остается но не совсем критично здесь чуть-чуть маленькие следочки сама шут на зеркальной поверхности было все чисто также уже зачистил и на видеокарте все чисто у нас так как будем наводить саму пасту сейчас можно взять какую-нибудь любую картоночку либо какую-нибудь старую кредитную карточку и тоненькими но не тонкими слоями потихонечку вы наводить у меня вот несколько картонов тут вот этот пойдет я возьму вот этот картон и поставил страховка фактически ответить какие там сейчас будем потихонечку так сказать наводить как все сделаем снова вернемся так смотрим также зачистил уже и вот здесь поверхность которому тоже чуть-чуть нанесем термопасты здесь креста здесь давайте убежим сейчас будем их продавать нашим рабочим феном сюда я уже нанес пасту вот как получилось только на основной поверхности пределы которые вот выходили за зеркальной поверхности а также стер конечно было вот так я все убрала стало только на зеркалке потому что когда при сжатии мы зажмем она вся сама как ей надо она полностью разойдется по зеркальной поверхности также уже и сюда наложили сейчас продаем вот эти сам радиатор продаем все по зачистим и продолжим и так я прочистил теперь видно сейчас что все просвечивается все чисто радиаторы у нас чистенькие ни грамма пылинки нет так вот они что я делал сначала я обрезал спиртом сам вам побрызгать себя не принимать потом тряпкой намочу воду снаружи всю пыль убрал потом феном продум и потом как на дудке берешь и начинаешь путь самому выдувать прижимаешь губам и начинаешь выдувать фен не справляется лучше все остается самому так дальнейшие наши действия сейчас мы тоже самое сделаем с вентиляторами с нашими маску с кульками также потихоньку нам побрызгаем спирту ватными нашими палочками все прочистим он уже сколько есть тратил до работе стол наш покатить пока светло быстро все надо сделать так вот один кулек я зачистил как можно увидеть теперь как но сейчас так же делал со вторым соберу их и мы продолжим собирать теперь будем охлаждение ставить на видеокарты процессор так у нас все готово я полностью зачистил собрал два кулерка сюда также вот на ставящийся охлаждение тоже поставил вот радиатора все промыл так что до маленьким слоем двойным помазал термопастой еще раз не забываем мы ставим так термопасту сетчиком по компоненту и зачета чайна конечно китайский давайте проверим раньше раньше я и ставил на персональную и ранее не штат все было но белую не советую белая полная фуфуа также мы противная против вот здесь все от пыли здесь все чисто также здесь полностью виском протер давайте еще раз посмотрим вот так раз вот так было сейчас будем собирать так давайте будем так сказать вместе собирать потихоньку сначала чтобы вошел сам радиатор опускаем все первое у нас есть теперь вот видюшечку чем еще здесь хорошо вот эти два болта конечно я уже сам открутил там идет вот наружной стороны где болты идет типа защитка то что при откручиваем болта если вы поднимаете то болт не падает но у нас это типа как задержка не знаю как называется она шляпка шляпка назовем шляпка также вот есть охлаждение на микросхема вот который идет это ничего не отклеим вставляем все как есть так давайте начнем аккуратненько здесь намазали аккуратненько там и сейчас аккуратненько вставим вот положили все готово теперь давайте поставим наш гигантский пропеллер сейчас как плюнем сюда два бара и и понесемся стало все подключаем не забудем подключать то один раз я забыл комп у меня не включился из-за того что вы его ошибку нету но вентилятор этим и умел этот комп так сейчас закручиваем первый второй третий четвертый есть то же самое где у нас пьет первый второй третий четвертый сейчас как все закрутим я к вам возвращаюсь ну все я закончил закручиваем вот эти три болта на кулек подключаем закручиваем 4 болта на крепление 1 2 3 4 сделали закручиваем также 1 2 3 подключение вот так же закручиваем 1 2 3 4 оно сильно не затягивается затягивает все до щелчка затянул все перетягивать что не надо все собрали все сделали сейчас включу просто проверим и все итак вот все подсоединил наш запуск вот включился значит все сделали правильно все работает если включился значит вы не ошиблись вот наш рабочий стол окно открыл на улице хотя 0 градусов что поделать прохладно было запуск windows все работает всем спасибо ставьте лайки подписывайтесь и задавайте вопросы чем помогу чем чем смогу тем помогу даже руки вязаные стали